Наша команда провожает Новый год с грустью, тревогой и надеждой. Надеждой прежде всего потому, что наши предложения по укреплению безопасности России и развитию высоких технологий оправдались. Та программа, которую мы подробно обсуждали с президентом и коллегией Министерства обороны, была принята и целый ряд проектов реализуется на практике. Мы долго наставили на том, чтобы обеспечить безопасность северных рубежей нашей страны, которые после разрушения пятиполковых МИГ-31, а они стояли от Мурманска до Дудинки, оказались полностью оголенные. И с точки зрения прикрытия северных направлений, страна была раздета до ногам. Поэтому сегодня эта лучшая машина в мире поставлена снова на поток. Отрабатывается сюжет, связанный с МИГ-41. Принято наше предложение по энергичному развитию гражданской авиации. На Воронежском заводе мы 30 лет производили ИЛ-86. Это единственная в мире машина, которая не убила ни одного пассажира. Снова возрождается это производство, ставится на конвейер ИЛ-96 и целый ряд других летных аппаратов. Так что на этом поприще есть подвижки. Надежда и потому, что принят закон о промышленной политике. И сегодня под этот закон реализуется целый ряд программ высоких технологий. Начиная от развития станкостроения, включая целый ряд других направлений, весьма перспективных. Правда, в бюджете, который принят на следующий год, плохо профинансированы эти направления. И тем не менее, они уже реализуются в практике на производстве. И уверен, при корректировке бюджета эти направления получат прежде всего поддержку. С надеждой встречаем мы потому, что за прожитый год страна продемонстрировала редкую солидарность, когда в бессмертном полку 12 миллионов граждан, живых и мертвых, шли для того, чтобы защитить наше знамя победы, нашу победу, лучшей традицией нашей державы. Вслед за присоединением Крыма и Севастополя, что породило чувство высокого патриотизма, эта акция внушает надежду, что и в последующем мы достойно встретим столетие великих событий, будь то столетие Великого Октября, или столетие Ленинского комсомола, или столетие воссоздания великого союзного государства, которое под руководством Ленина и Сталина снова возродилось, как феник из пепла, и превратилось в одну из самых могучих держав мира, способных расколотить фашизм. С надеждой встречаем еще и потому, что принята серия законов по экологическому нормированию. В Париже состоялась международная конференция, несмотря на споры она приняла уникальные решения, направленные на защиту планеты от варварской деятельности, будь то вырубка лесов, нарушение экологического баланса или загрязнение водоемов, но в поддержку этого направления наша фракция внесла три закона об экологическом нормировании, о защите лесов, восстановлении лесов и целый ряд других. Эти законы начнут в будущем работать. Но вместе с тем у нас вызывает огромную тревогу, что та государственно-политическая линия, которую проводит президент во вне патриотической линии, не подкрепляется подобной линией внутри страны. Правительство Медведева, Уликаевых и Шуваловых по-прежнему проводит либеральный финансо-экономический курс, который обесценил за год рубль вдвое и который разрушает весь бюджет нашей страны. Бюджет 16 триллионов, обесценивший вдвое, означает бюджет 8 триллионов, это бюджет нищеты и деградации. Придется принимать качественные иные решения по наполнению бюджета. Мы готовы внести такие предложения и надеемся, что в новом году они будут услышаны, в том числе и партия власти. С тревогой в связи с тем, что социальный раскол общества продолжает углубляться, 10% самых богатых захапали почти 90% всех национальных богатств, они продолжают жиреть и набивать карманы, а полстраны живет на 15 тысяч рублей и менее, дети войны получают в среднем 10-12 тысяч, тем самым выброшены в нищету, что абсолютно позорно в год 70-летия Великой Победы. Мы с тревогой им встречаем, потому что русофобия, антисоветизм, которые взломали границу, уничтожили СССР, порушили 80 тысяч производств, подожгли войну на Украине, продолжают сочиться из всех пор, в том числе и ведущих телерадиоканалов. Нарушен баланс нормального обсуждения многих проблем. Из целого ряда каналов сплошная идёт жиреновщина, что совершенно недостойно страны и не свидетельствует о нормальном балансе политических сил. Мы за нормальный диалог, но не за перекос, который сегодня угрожает нравственному здоровью общества. Мы считаем, что с тревогой встречаем и потому, что несмотря на поддержку талантливых детей в Сочи, перед которым выступал президент, реализацию нашей программы по поддержке Артека, мы там освоили 4,5 миллиарда рублей, ввели 40 объектов, в этом году отдохнуло 18 тысяч человек, в следующем году уже будет отдыхать почти 30. Несмотря на это, многие дети выброшены из общественной жизни. Школа и медицина, и наука финансируются по остаточному принципу. Сегодня будет госсовет, который по нашей инициативе рассмотрит вопрос о образовательной школе, образовательной политике. Русская и советская школы были лучшими в истории нашего тысячелетнего государства. Наши дети не проиграли ни одного конкурса по математике, физике, химии, программированию, биологии. Последние три сочинения, которые приконтрольные писали наши дети, показали, что ЕГЭ-идеотизация продолжается в огромном масштабе. По географии Кардой Второй написал на двойке. Такая-то картина по русскому языку и по математике. По сути дела, Ливанов с своей командой занимается и геононизмом, а не подготовкой нормальных, грамотных и образованных людей. Я надеюсь, что эти тревоги услышит и Кремль, услышит и президент, услышит и партия власти. Но время исчерпывается. Мы вступаем в год столетия великих битв. Я за то, чтобы мы вспомнили мировую войну, но вспомнили под углом, какие выводы сделаны из этого. Уже в январе-феврале исполнится столетие, когда русские войска держали легендарные победы в районе нынешней Турции. Они были всего 150 километров от Багдада. Исполнится столетие, когда на Нарочи сошлись германские и русские войска, где сражались до последнего и одновременно впервые в Европе были примены газы. Исполнится столет Брусиловского прорыва. Но исполнится и столет знаменитой Транссибирской магистрали, которая соединила страну и которая дала возможность нам побеждать, но уже побеждать в 41-м. Не будь этой Транссибирской магистрали, которая позволила за три месяца перебросить шесть сибирских дивидий под Москву и спасти столицу. Наши грандиозные победы вряд ли состоялись. Поэтому мы готовимся к этим великим датам, но под углом правды, патриотизма, достойного воспроизведения этой истории и взятия с собой наследства, все лучшее, что было в этой истории, а не бесконечную болтовню о либерализации, о ягодизации и всех остальных. Так что поздравляю вас с Новым Годом. Еще раз хочу пожелать вам, чтобы вы взяли в наследство все лучшее и самое достойное. А в нашей истории этого достаточно много. С новолетием вас, с Рождеством. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо. Спасибо.